Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Она прошла в подмосковной резиденции президента. Вячеслав, я хочу подводить итоги работы за год еще рановато, впереди еще два месяца. Они, как правило, являются наиболее напряженными. Но в целом, уже сейчас видно, что Государственная Дума, особенно в последнее время, довольно напряженно работает. В том числе, связано это с законами, которые необходимо принять в связи с поправками в Конституцию Российской Федерации. Я вижу, что работа идет практически по всем направлениям. И с точки зрения государственного строительства, социальные законы принимаются в социальной сфере. В сфере экономики хочу вас поблагодарить и всех депутатов за оперативность при принятии решений, связанных с обеспечением ритмичной работы экономики, поддержки граждан в сфере здравоохранения в период пандемии. Знаю, что у вас есть своя повестка, которую вы хотели бы сегодня обсудить. Рад вас видеть. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Для нас поддержка президента многое, значит, действительно ситуация непростая. А коллеги административные органы обязаны собираться вместе. Поэтому мы каждый раз, несмотря на то, что проходим тестирование, видим, что все больше наших коллег болеют. Сегодня на больничной койке 38 депутатов, один в реанимации. Вы знаете, что один депутат умер в результате пандемии. И, конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента. Но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошел, у нас 91 депутат переболел, либо вот сегодня болеет. Мы поэтому делаем все для того, чтобы внедрить новые форумы. Там, где, возможно, рейдя на дистанционную, допустим, работу в рамках комитетов или видеоконференц-связь. Но мы не можем это сделать в рамках организации работы парламента. Многие европейские парламенты, если не все, практически находятся на карантине, после не может собраться и форума используется только видеоконференция. Но мы понимаем, что президент каждодневно контролирует ситуацию. И депутаты должны со своей стороны также выкладываться, делать все для того, чтобы решения, принимаемые президентом, законодательно были обеспечены. Особенно это в ситуации, связанной с пандемией, помощь людям, помощь пострадавшим отраслям экономики, поддержка экономики. У нас сегодня в законотворческом партнере 1305 законопроектов. Депутаты определили приоритеты. Среди них помощь людям и все то, что связано по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Это законопроекты в исполнении принятых в новом Конституции. У нас на сегодняшний день в Думе 20 законопроектов находятся на рассмотрении, из которых 14 инициированы президентом Российской Федерации. Один законопроект принят в третьем чтении, два законопроекта во втором чтении, семь законопроектов в первом чтении. Мы планируем все законопроекты максимально рассмотреть в текущем году. Только там, где это законопроекты совместного ведения, возможно, они у нас выйдут на следующий год, на начало следующего года. Мы понимаем важность принятия этих законопроектов, потому что нормы Конституции приняты, повышают стандарты жизни, повышают защиту прав наших граждан, но и, конечно, эффективность работы самих органов власти. У нас осень – это принятие бюджета. Мы сейчас в рамках комитетов закончили подготовку бюджета к рассмотрению в первом чтении, завершились консультации в рамках фракции, и планируем, что бюджет в первом чтении будет рассмотрен 28 октября. – 28 октября – нормально. Это хорошие сроки. Как идёт дискуссия с правительством по бюджетам? – Идёт работа. Она, как правило, несёт в себе обсуждение разных тем, и разная острота, разная тональность. И, в общем-то, это нормальный диалог, потому что есть проблемы, которые видят, допустим, депутаты. Правительство прислушивается, когда звучат предложения со стороны депутатского корпуса. Тем более, что в августе мы практически в нулевом чтении правительством бюджет отработали. Мы планируем завершить консультацию буквально сегодня и дальше уже вынести на рассмотрение бюджет в первом чтении. Основные проблемы, которые поднимаются депутатами – это, конечно, вопросы, связанные с поддержкой населения в ситуации, связанные с коронавирусной инфекцией. Но, несмотря на то, что бюджет сегодня будет дефицитный и то, что происходит падение темпов роста экономики, ни для кого не секрет. То, что у нас эта проблема, так же, как и в других странах, существует. Но, что важно, и все понимают, что ситуация в корне отличается от предыдущих годов, особенно от 90-х. Хотя сейчас не любят уже вспоминать те страшные тяжелые годы. Но нужно признать, что, несмотря на кризис, несмотря на вызовы, все социальные статьи, все вопросы, связанные с поддержкой граждан, в бюджете представлены, и люди не будут брошены. В этой связи хотелось вам высказать слава и благодарность, Владимир Владимирович, потому что мы понимаем, что эти вопросы у вас на отдельном контроле. И особенно тема, связанная с демографией, как бы не было сложно, но все-таки те программы, которые вы озвучили к посланию, к федеральному собранию, они находят отражение и в федеральном бюджете. А что касается дискуссии, это неотъемлемая часть нашей работы, поэтому мы стараемся искать композицию и быть конструктивными. Хотя эмоция иногда дошкаливает, но это парламент. Владимир Владимирович, сколько человек болеет, Вы говорите, из депутатского корпуса? 38. Находится сегодня на больничной койке, в режиме в реанимации. Болеет тяжело. Как организована медицинская помощь заболевшим? Владимир Владимирович, так же, как и по отношению ко всем гражданам, потому что вопросы звучат от депутата, где проходит лечение в этом случае. Там, где болезнь прихватила. Прихватила в Твери, на больничной койке. Прихватила в Москве, значит, в Москве. То есть всё зависит от территории. Учитывая, что депутаты избраны по избирательным округам, представляют регионы, в этой связи помощь оказывается по месту заболевания. Передайте, пожалуйста, слова благодарности всем коллегам вашим за работу. Действительно, это в высшей степени востребовано. Было очень важно обеспечить ритмичную законотворческую работу. Знаю, что она не прекращалась не только формально, но и люди работали над законопроектами весьма сложными, требующими хорошей экспертной проработки. Работали, не откладывая это на потом в долгий ящик, понимая, что решения нужны именно сегодня, сейчас для преодоления тех кризисных явлений, с которыми мы столкнулись. И в целом, конечно, это такая большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована и проводится с хорошим очень результатом. Так что и вам, и всем депутатам Госдумы передайте, пожалуйста, слова благодарности за это. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Для нас это дорогого стоит и обязывает там нормальные вещи.